Здравствуйте, друзья! Я вас заранее попрошу поделиться этим видео везде, чтобы как можно больше людей увидели данное видео, особенно за границей. Речь пойдет об интернациональном терроризме. Я это по-другому просто назвать не могу, потому что то, что сейчас происходит в мире за этот последний год, начиная с 2020 и 2021 год, это по-другому назвать нельзя. Диктаторские страны решили расширить свое влияние в Европу. И это происходит масштабно. Кого-то там убивают в Бельгии, в Турции, кого-то режут во Франции. Какой-то чокнутый диктатор решил захватить самолет и посадить там, где надо, чтобы разобраться со своим противником. А за кем-то отправляют самолет, чтобы его привезти. Вы понимаете, такие масштабы этой диктатуры. Речь идет сейчас об одном азербайджанском активисте, блогере Максуде, который проживал, уже не проживает, проживал в Украине, во Львове. И пока я это видео снимаю, его уже провели в Азербайджан. И как это все случилось, как это все произошло. Значит, за блогером президента Азербайджана отправил собственный самолет в Украину, чтобы привезти его сюда, в Азербайджан. Это просто жесть. Без участия украинских властей сделать такое, да вот такой, скажем так, террористический акт, было бы нереально. Я отсюда хочу обратиться к президенту Зеленскому, который пытается и рыбку съесть, и на хэ сесть. То есть, либо Зеленский, да, вот ты идешь в Европу, в сторону Европы, там все меняешь, там демократия. Либо последние. Потому что сотрудничать с такими странами, диктаторскими странами, как Азербайджан, участвовать в этом всем, во всем вот этом, да, вот, как я это сказал, интернациональный терроризм. Это не есть хорошо. В Европе такое не приветствуется. И ты за это придет время ответишь. Ты за это ответишь. Это не первый случай, когда активиста, блогера депортировали, крали с Украины, да, на Украине, прямо с улицы, и депортировали в Азербайджан. Это не первый случай. Еще был такой случай с одним блогером, Эльвин, которого прямо на Украине, в Киеве взяли, спецслужбы, ну, не знаю, там, есть спецслужбы. Но это произошло на территории Украины. Это без ведомости, без ведома украинских властей просто сделать невозможно. Ребята, это реально пугающий фактор, то, что все это происходит за пределами диктаторских стран, и в таком масштабе, да, вот, это все происходит не в одной диктаторской стране, а в Азербайджан, там, не знаю, Белоруссия, Турция очень тесно подавляет азербайджанских оппозиционеров. Кого-то убивают, там, кого-то депортируют. Это надо остановить. Поэтому я вас всех попрошу, чтобы вы поделитесь этим видео, как я сказал в начале, чтобы больше людей увидели то, что происходит сейчас, да, на политической арене. Как диктаторы нагло себя ведут, как они просто выходят за рамки. И это все надо остановить, пока не поздно.